плечи ставим над запястьями и отрываем основание запястья подушки под пальцами на полу если хотим усложнить то плечи можем выводить чуть вперед но не назад таз не поднимаем одновременно оба основание запястья плечи четко над ними и еще несколько движений и заканчиваем расправляем ладони пальцы напряжены и вверх-вниз вверх-вниз укрепляем запястья еще несколько движений пальцы стараемся до выпрямлять ощущаем уже свои запястья еще чуть-чуть снова на четвереньки разворачиваем пальцы наружу ставим руки чуть шире коврика и следим чтобы грудная клетка была между запястьями начинаем динамичные повороты из стороны в сторону вместе с головой стараемся поочередно каждым плечом коснуться пола стремимся к касанию не обязательно чтобы оно происходило уходим на свою глубину это разминка закончили и теперь чуть приставляем руки пальцами вперед локти направление вектор назад но не все равно будут идти немного в сторону здесь грудную клетку толкаем к полу и затем полностью скругляем область между лопатками важно до скругляться к конечной точке не уходить грудной клеткой назад между запястьями она у нас работает больше обращаем внимание на то чтобы было скругление между лопатками то как мы опускаемся вниз не совсем важно скругляемся до скругляем область между лопатками закончили еще укрепление запястья руки в кулаки и просто вращаем их по кругу совсем немного снова руки ставим под плечи пальцы утопают в пол приподнимаем колени от пола и подходим к рукам подходим и отходим стараемся таз удерживать как можно ниже а колени высоко над полом не поднимать и теперь из планки вперед назад то же самое колени как можно ближе к коврику область между лопатками как можно шире шагаем еще недолго и еще два и один опустились отдыхаем и снова позиция четверенькие колени подходим ближе к запястью мы поочередно открываем ладонь стараемся тазом сильно не расшатываться бог смотрит в пол они по сторонам и ключицы смотрят вниз мы не раскрываем плечо в сторону аккуратные движения и уже заканчиваем возвращаем колени отдыхаем чуть-чуть снова ладони на коврик и теперь приподнимаем поочередно ноги и обратите внимание что все это время колени находятся в двух сантиметрах от пола мы не ставим их на пол за счет того что колени ближе к запястьям мы имеем возможность то скруглять спину заканчиваем уходим в собаку и ноги ближе к рукам и поехали колени как можно ближе к запястьям таз вверх ноги не разгибаем здесь до конца живот стремится к бедрам таз вверх вниз колени как можно ниже над полом таз вверх вниз и до скругляем область между лопатками не совсем простое движение продолжаем живот стремится к педру когда колени переходим запястьем до скругляемся толкаемся сильно руками от пола а колени тащим вниз еще чуть-чуть дышим не забываем еще и потихоньку будем заканчивать переходим перевод садимся так руки назад грудная клетка как можно выше таз внизу здесь очень важно поднимать таз от лобковой кости скругляем низ пояснице кулакость грёбами за счет этого движения поднимается таз а грудную клетку мы все время независимо от того где наш таз стараемся удерживать как можно выше и за счет этого движения ноги сильнее и заканчивая еще 21 теперь поднимаем руки стараемся удерживать таз высоко и сильно не разворачиваться не раскачиваться можно развернуть пальцы рук но без разворота корпуса в сторону и не совершаем снова уходим в позицию четверинки колени ближе к запястьям стоят и теперь параллельно правая подъем рука левая нога левая рука правая стараемся поймать это движение укрепляемся и при этом не развернуться в сторону будет покручивать потому что это наша асимметрия вот чтобы без такого разворота как я показываю на видео вы если вас и закрутит это нормально ну вот собственно говоря и все переходим в растяжки ладжирасана лапку да кость на себя вводим в одну клетку вверх тянем доджо затем запястье руки верту и кроме и битым сам бедра и вот так вот локти вперед назад запястье здесь приятно можно поставить на паузу подышать в спину ну и вытяжение здесь уже поза ребенка можно в ней побыть подольше и все-таки подняться потянуть шею в одну сторону в другую сторону ну вот и вся практика благодарю